Каждый человек, кто живет на сотне, вы говорите, смотрит, будь он иллюминатор, хоть с палубы, все время вы пытаетесь улавливать полосу между морем и небом. Ты сам-то качаешься, в сотне вместе волна уходит, ты поднимаешься. Да боись, кто меня укусил, он не отдаёт, он не отдаёт. Доеды, гады, моряки, что вы делаете с икрой? Сейчас сырую вы. Фашисты вы, варить не будем, я буду есть сырую. А солить будем? Нет, сука. Что, тяпнул? А как ты думал, он же кусается. Клешня прям схватит? Да, и прямо за какое место, он знает. Всё. Блин, у него админная кишка. Это же другой краб. Если за это место успевает. Михаил, это другой краб совсем. Всё, Борис, давай. Это получил. Вот представь себе, у нас определённая такая объёмная работа. Скажем, любой двигатель, бус-насос или что-либо такое, вытаскиваем. И он всё время, у него всё тело, как волна, и он должен ещё успеть фиксировать, стабилизировать, то есть. Её надо собирать, закончить ремонт окончательно, процесс. Вот у нас в машине, ежедневно, будь ты плиту там крепишь, будь ты двигатель разбирай. На Курилах, если будем хорошо, если подходить к берегу, там близко, там, конечно, рыбалка может быть. От Балтус, Камбалу, Перпук. А у вас есть экипажи, рыбаки, да, наверное, тут? Ну, заядлые есть вообще. Вы меня познакомьте, пожалуйста. С кем? Ну, с рыбаком. С рыбаком. А, ну, машине, Вася тут есть у нас, у нас такой, ремонтный механик. Раньше, ну, когда любил, начали акулу хотя бы поймать, а потом, когда поймал одну, и потом перестал вообще. А потом посмотрел, как люди издеваются, перестал просто. И 45 дней я машину придачу. Списался, машина у меня новая, хочешь продавай, хочешь меняй на что-то. Полтора месяца отдохнул или полмесяца, ну, в среднем месяц получается. У нас было три экипажа на два парохода. Вот меняли мы их по очереди, одних через полмесяца, других через полтора месяца и вот так. 55 суток, ну, два месяца, грубо говоря, машина, машина. В Японию заходишь, машину купил и пошел туда. Загружали, ну, самой. Ну, каждый член экипажа мог купить, некоторые по две. Вот в Новой Зеландии нас с вертолета снимали, тоже местные каналы телевидения там и прочее. И потом пришли, когда мы пришвартовались, пришли к капитана, спрашивают, ну, как вот моторист у вас купил две машины, блять, в рейсе? Сколько он получает, хер, да маленько, они же знают нашу зарплату, мастер сидит, балдой, а нас японцы любят, они нам бесплатно машину дают. Я купил Скайлайн, а у них она стоит, я ее купил за 750 долларов, у них она стоит 10 тысяч долларов. Ну, потому что они, как, подходит срок техосмотра, а чтобы техосмотр пройти, там надо в нее такие деньги вложить, и они легче сбагрят куда-то, все, на продажу. Ну, грузишь, на палубу везде, там только на один пеленгаторный мостик, вот называется пеленгаторный мостик верхний, туда 11-12 машин мы ставили. На флоте есть название гусак, утка, утка, вот, допустим, две этих, вон, на баке приварены к борту, вот, две железячки, на них наматывать, что-то. Все срезали, все оттяжки, все гусаки. Своя-то рубашка ближе к телу, чем пароходство. Машину везу, я готов их боком спать, привезти ташку, ташку, ташку. В те времена Скайлайн я продал за 1600, ну, это, конечно, тогда доллар был ой-ой, дорогой, да? Не помнишь? А сейчас, конечно, сейчас 1600, что-то такое, отмеченная моя зарплата. Когда качка идет, тебя кидает то направо, то налево, зад, дифферент, карма, все тебе постоянно вот это колебание. Ты выполняешь физическую работу, но тело твое постоянно в движении, ты не можешь остановиться, это и есть. А что это за... То же самое говорите, дыхание, океан, море, волны. Мы ловим волну, все время ловим волну душой. Ловишь горизонт, визуально или телом чувствуешь, мозг чувствует. Человек же живой, он мыслит, все время его куда-то клонят. Нормально, бот вон, засаду нашли, поймали ворот за руку мальчика, 22 года, моторист. А что воровал? Все, что мог. И вино, и водку, и кусточки. В засаде сидели только старшие офицеры, чтобы информация не ушла никуда. У меня главный механик Старпом там сидел, я на мостике, вахту торчу вместо Старпома, ночную. Все, второе помоха, остальные никому не докладывали, они не имели права знать эту информацию. Этого мальчика за руку, прямо. Субтитры делал DimaTorzok По тысяче рублей мы ее продаем, то на миллион рублей. Вот 7 миллионов, он ехал на машине, арестовали машину с икрой, арестовали завод. Ну как бы, знаете, вот мы тут, по большому счету, мы тоже здесь, как бы говорится, нелегально. У нас есть лицензии, мы там купить, там же все, как бы, ну определенное количество, можно там, допустим, милиция, рыбнадзор. Лучше бы они вообще никогда не купили, нет, здесь пока спокойно, пока здесь спокойно, ну вообще они, да, у них проверки там. Здесь они, как бы, знаете, заехали, как бы там, там поляну накрыли, отдохнули, другими словами скажу, покуражились и уехали. Кому ведро, кому два, там надо. По рангу? Да, там по старшинству все идет. И не трогают. Он знает, зачем я буду трогать, он знает, я в следующий раз заеду, мне раз там, ведро два, там, 50 килограмм, ну что, 70 килограмм. А у тебя что на боте едешь? А? Что едешь на боте? Продукты, хлеб, водка, фрукты, все, все там идет. Ты соль едешь? Соль. Сколько это мешков? Кладыши, 7 мешков. 7? Какого помола? 30 килограмм. Ну, второго. Да. Ну, нормально, дядь Витька говорит, нормально. Ну, садитесь. Бля, за пехоту пора ехать, за пехоту ехать пора. Это мы дышим морем, а не море дышит. Море живет само по себе. У нее также образуется от ветров волнение, относительно неба волной. Тоже вода не касаема, они разные вещи. А вот мы, как таковы, именно поплавок на воде, на поверхности, должны удержать при любых положениях, при любых ситуациях. Вот это самое. Вот мы дышим им. И вся жизнь наша проходит. Челенгаров, он закончил, я тебе могу даже... Не, он закончил в Виму, Ленинградское инженерное высшее морское училище. Есть там так называемый арктический факультет. Да, арктический. Вот, арктический факультет океанологии, океанографии. Вот. Они закончили в одной группе были с Васильевичем Аникиевым. А я с Аникиевым корешевал. И в экспедициях я с АКНом был, а он начальником экспедиции был. Там большая... Я принимал. Да. А потом, он после окончания... Аникиева... Дядька с бородой. Да. Его, кстати, умер уже года три. Да, все, в Москве. Он преподавал в МГУ. Вот доктор биологоминерологических наук. Вот. Ну, тот-то своими этими. А этот сейчас Челенкор. Какой он нафиг Челенкор? Он даже кандидатскую не писал, Челенгаров. Потому что он был от партии. И он хорошо был, просто его Аникиевым, ну, друзья. И мне порассказывал, говорит, от партии. Вася Королев с ним работал? Нет, Вася не работал с ним. А в обсерватории? Это было на каком-то... На Новой Земле. Вот. Он просто приехал там и уехал. Они как бы инспектировали. А Вася там работал. Значит, он жил, у него комната была в нем. Ну, я знаю, он мичманку спер у него, Вася говорит. У Васи этот, мичманку спер. Ушел куда-то и включенный был утюг. Да и, там на севере, где человек жрец, где бы не видел. Ну, прохингией. Вот. Так же в прошлом году. Вот эта вот Гордиенко. Я не знаю тонкости, поэтому много не могу говорить. Но, значит, если русское географическое общество выделяет деньги на экспедицию, скажем, ну давайте контракт. Вы нас финансируете, мы работаем. Нет они какую-то подставную фирму, вот, деньги русское географическое общество, туда какие-то, какие суммы, мы не знаем. А мы уже заключаем, и нам вместо 12, да, суют 7 миллионов. Волков говорит, да я затратил уже 9 миллионов. А вам пусть Росгидромет даст миллион туда. Да, мы кое-как из положения этого вышли. Ну, если бы и обещали нам 12 миллионов, давайте напрямки. Нет. Вот. Еще тот прохингией, он ханыга, этот челенгаров. Море само по себе будет скачкой, будет ее волнение, пусть ее своим бурями или тишиной своей. Всегда человек ведет такое размышление, думаешь, мечтаешь, тебя сливает, море сливает твои души вместе. Иногда тебе печали, иногда ностальгия, это все вместе. Даже вот эти ночные звезды, когда ты море выходишь на палубу, идешь, и звезды как будто относительно моря, твоим пароходом, судном, да, он качается, и ты видишь, звезды же тоже перед тобой, как бой играют. Ты все время фиксируешь свой взор именно на звезды. И, конечно, это, наверное, своеобразная лирика. Душа тоскует. Некоторые плачут. Ты же, как, вселенная, мы, ну, микро, совсем мелкий организм в этом космическом пространстве. Мы обязаны жить? Либо, или по-другому быть не можем? Вопрос, пожалуйста, к господину Артону Николаевичу Селингарову. Он хочет снова продвинуться в депутаты и показать, что партии Единороссы, они и так просто деньги тратят на ветер, а вот так все-таки исследуют там что-то. Я почему могу сказать, после этой фукусимы в Дальнем Востоке никаких проблем не было и не будет, потому что и ветра, и течения, все уходит в другую сторону. А зачем они тогда это делают? Ну, почему бы и нет. Ведь надо показать. Молитический ход, да. Вы хотите, вот, быть, допустим, министром чего-то, но вам же на рекламу. Гармония должна быть везде. Понимаете? Без гармонии жить не можно. Ни то, ни другое, ни те. И, кстати, я вам скажу, почему сама человеческое, мужское, женское отношение, будь женское отношение, должно быть. Либо другого. Противоположность, это если гармонии хотя бы нет, но элементарно, малость гармонии не будет, это приведет только к разрушению. Гармония, почему сама природа, это слово как-то, слово природа, сама это гармония уже. Природа хочет гармонии. Ты живи с ней в мире согласия, в уюте. Зачем? Ты нагоняешь туда грязью, вот и все. Гармония, конечно, самое первое, что есть, должно быть самое, самое хорошее, подходящее это слово, гармония.